Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях Ольга Александровна Дорошкевич. Кандидат в физмат-наук, доцент и всё такое прочее. Но собрались мы поговорить не о науке, не о математике, а о её чисто семейных делах. Ольга Александровна, вот мы хотели о чисто семейных ваших делах, вопросах потолковать-то. А вопросы такие. Значит, Ольга Александровна, она потомок по прямой линии самого Чингисхана. Вот так уж получилось. Это без всяких шуток, без булды, как говорится. И она так вот как-то чувствует себя, я так понимаю, цепочкой, звеном в цепочке поколений, которые идут от этого, в общем, без всякого сомнения великого и ужасного, наверное, человека, сотрясателя Вселенной. Ну и очень талантливого человека. Очень талантливого человека, да, который поменял вообще-то всю эту историю, наверное, Евразии. Чуть было не поменял историю, ну, его потомки чуть было не поменяли историю Европы, самой западной. Может, и Западной Европы бы не было, да, Запада бы, может, даже не было. Ну, чуть было, как известно, не считается. Ну, чуть было не считается, да. Ну, вот чудо спасло, говорят. Такие вот дела. Скажите, как получилось-то, что вы потомок Чингисхана? Как цепочку? Давайте проследим. Был такой великий Чингисхан, да? Был такой великий Чингисхан, у него было четыре законных сына. Они, соответственно, женились, были внуки. Так. Ну, дальше, естественно, родственники начали вырезать друг друга. Естественно, да? Естественно. Естественно, да. Чтобы было поменьше претендентов на занятия теплых мест. Вакантных должностей. Конечно. Ну, в четырех улусах сидели, как правило, правили внуки Чингисхана. Ну, четыре улуса были даны четырем сыновьям, как известно. Ну, вот там правили внуки. Сменяя друг друга, разумеется. Ну, потом улусы отдалялись друг от друга, но по традиции правителями, ханами, ну, у нас в Золотой Орде ханами называли, были потомки Чингисхана. Вот. Ну, а потом, естественно, всякие происходили печальные события в Орде. То, как это, один хан убит сыном, другой, наоборот, братом. Какие ужасы. Вот. Ну, и... Кстати говоря, вот мы-то, ну, как это сказать, русские княжества, да? Мы-то относились к улусу Джучи, по-моему, да? Да, улус Джучи. Джучи, Павел, там Баты первое время, да? Первый раз. Баты. Вы потомок Баты. Да, конечно, а все ханы Золотой Орды, потомки Баты, да? Других не бывало. А еще какие улусы-то были у нас? Ну, как, был улус, который занимал южную оконечность Каспийского моря, Иран. Иран. Ну, территорию нынешней Турции. Там правил Хулагу. Был большой улус, который занимал Среднюю Азию и потом присоединил сейчас часть Алтая. Ну, и Китай, как я понимаю, собственно, с Монголией. Это самый главный улус. Самый главный улус. Там как раз и находился вот их столица, центр, да? Ну, да. Но столицу переносили. Потому что там было... Ну, кочевники. И Каракарум столицей. Да, Каракарум. Потом ее вдвинули чуть не в Пекин. У Пекина было свое какое-то монгольское название, кстати говоря. Конечно. Было свое какое-то монгольское название. А как так получилось, что всякие эти вот вопросы на Ближнем Востоке, да? Решал-то ведь, по-моему, один из потомков Батыя, или я что-то путаю? Ближний Восток, то это не из вашего улуса ведь. Нет, это был Хулагу. То есть тот, который был почистен... Ну, он тоже внук Чингисхана. Он просто двоюродный брат Батыя. То есть это другая веточка, да? Другая веточка, но близкие родственники. Ну, вообще-то говоря вот про Чингисхана, давайте так вот. Значит, вот детские мои воспоминания, это книга Яна Чингисхан, Батыя, Последнего моря, да? Конечно. И вот, значит, вот там вообще-то говоря, вот эта вот публика, это просто сеющий ужас вот существа, очень такая вот жестокая дисциплина, такая у них в армии. Ну, дедовщина, что называется, такая у них, по-моему, нет ни дедовщины? И слыхом слыхать было нельзя. Более того, вот, например, замечательная сцена у Толстого описана, как Николай Ростов во время первого своего боя контуженный падает с убитой лошадью, а потом оказывается один в чистом поле и бежит там, ищет спасения. Ну, так вот, если бы такое случилось в армии Чингиза, то прикончили бы. Командиры бы, да? Нет, но всех десятерых из десятка, которые входили в него, которые не оказали помощь своему товарищу, они должны были остановиться, поднять его на свою или на запасную лошадь и увезти с собой. Даже если он был убит. Но уж ранен, так и тем более. Такой был жестокий порядок. Очень жестокий порядок. Так что насчет того, чтобы... А командир, который не забудется о своих подчиненных, если там кто-то заболел или еще чего-то по его вине, ну что, плохо дело было. Замечательно. Но все-таки они вот, вот так вот говорить, вот, ну, в принципе, мы вышли из Монгольской империи, действительно, да? Ну, не то, чтобы вот мы были какой-то вот его созданием. Мы это вот Россия, Российский империя, Советский Союз, наследники его. Просто очень подходящее место. Вот эта вот вся территория, север Евразии, да? Там, где сейчас Россия находится. Она такая, что она вот, ну, сквозь ее можно поехать на лошади. Нет каких-то таких непреодолимых для лошадей преград, да? Есть крупные реки, но зимой они замерзают. То есть они не преграды... Замерзают. И болото замерзают. И болото замерзают. То есть они не преграды для перемещения, а наоборот, скорее всего, так сказать, хорошие дороги, да? Тем более, чтобы был обычай воевать зимой. Тем более, чтобы был обычай... И поэтому был обычай воевать зимой, потому что все такие вот непроходимые вещи... То есть этим пользовались не только монголы и русские князья друг с другом. Да, в этом у нас было такое время, да, когда реки замерзали, то князь со всей своей Русью, значит, выходил собирать дань, да? Со всей своей Русью, это значит, с этими со скандинавами светловолосыми они ходили, значит, собирать дань. Ну, я думаю, там скандинавов было изначально немного. Ну, наверное, немного. А потом уже одни остались славяне. А потом уж ваши пришли. Которые тоже были. Монгол-татары. Высокие. Ну, монгол-татары. Монгол-татары не сразу пришли. Не сразу. Много кто пришел. Кого там было, только не было. И половцы были, в частности, до монгол-татар. Да, да, да. И печенеги. Да. Еще раньше. Кого только не было. А как вы вообще это воспринимаете? Вот это вот... Зачем он это делал? Чингисхана, его потомки. Вот эта вот постоянная экспансия вовне, которая, видимо, очень дорого стоила в смысле человеческих жизней для монголов. Вы знаете, вот насчет этого непонятно. Экспансия, экспансия, экспансия. Существовала очень интересная по этому поводу теория, что монголы практически не теряли людей. То есть, воевали не они, да? Нет. Воевали они. Но как они воевали? Речь шла о том, что, ввязываясь в битву... Ну, во-первых, эти все битвы были, как правило, очень основательно подготовлены. К стыду нашему оказалось, что великий князь не сумел защитить Русь, не командовал вовсе. И в битве на реке Сити такое показали со стойкостью русских, собственно, рядовых воинов. Такое позорное командование, что дальше ехать не было. Ну, и тогда монголы им удачно очень ударили во фланг, по-моему. Они всегда это делали. И этот удар во фланг, захват в клещи, это все было, так сказать, продуманной тактикой. У нас так не было такого. Если они встречали упорное сопротивление, они более того могли предложить выйти из окружения, а потом били в тыл, ну, и, естественно, никто не уходил. Так что, в смысле вероломства, конечно, дай Боже, это считалось доблестью. Доблестью, да. По отношению к врагу. А вот по отношению к своим нет, как известно, этот знаменитый пир после победы на реке Калки, Субэдэй. Когда, значит, Субэдэй – богатур, как принято он называет, Субэдэй, да? Да, 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 но богатур – это богатырь. Да, да, да. Ну, как-то так вот у нас его называли. Ну, пировали же на… На костях, на живых. Да не на костях, а на живых. И они их раздавили досками. Но формулировка была жестокая за измену своим, за то, что не пришли на помощь. То есть, что они своим не пришли на помощь? Конечно. Ну, известно, что Батый ведь искренне был восхищен Евпатием Калавратом. Настолько искренне, что предлагал место ему в гвардии своей, командовать своими гвардейцами. Искренне предлагал, да? Ну, искренне предлагал, если он останавливал бой, человек, который заставил обернуться к себе, к маленькому отряду, всю армию Баты. И удерживал несколько дней это дело. Ну, между прочим, у него, у этого самого, у Евпатием Калаврата, у него есть одна маленькая негативная, наверное, заслуга. Потому что, скорее всего, этот Евпатием Калаврат как раз командовал тем отрядом, подразделением, не знаю, которое находилось на реке Воронеж современной. Да, и вот она там, южные пределы Рязанского княжества, ну, наблюдала, как бы, пограничные заставы. Вот мимо этой вот пограничной заставы, вот этого отряда, который должен был, наверное, разъезд рассылать, да, вот прошли степняки, вот в огромном количестве, это армия. Одни ученые говорят 200 тысяч, кто-то говорит 600 тысяч. Да нет, ну, это сказка. Это фантастическая какая-то армия, действительно. Это сказка, я думаю, что их столько и не было, всех. Чтобы было 600 тысяч, их примерно столько, наверное, и было. Всего. В тем временам, ну, может, чем больше. Всех монголов, да. Так что сомнительно, чтобы была такая армия. Да нет, это нереально. Да и потом, извините, если на каждого минимум две лошади, а тут еще и три, то прикиньте, сколько они съесть должны были бы сено и травы. И кто для них это заготавливал зимой в России? Нет, это нестаточное совершенно дело. Войска было значительно меньше. Наверное, должны были нести большие потери при штурме городов-то. Практически не несли потери. А как они могли? Ведь штурмующая сторона несет потери. Такая штурмующая сторона ведь не лезла с луками на стены города. А как они сумели брать? Ну, как? С тех пор, как... Пушек не было. Ну, как стенобитные машины китайские, а зажигательные снаряды. А, кстати, отряд Калаврата, он же был перебит из этих самых машин, которые метали камни. Конечно. Да нет. Техника по тем временам значительно выше, чем тут. К ужасу сам уровень культуры вроде бы как много ниже, а техника военная и строй, и все прочее выше. Так что, увы. Герберт Уэллс, по-моему, называл, что Сабудай Богатор – это учитель Европы в военном деле. Ну, там были полководцы талантливые, не один Сабудай. Просто Сабудаем столкнулась сама Европа. Ну да. А, кстати говоря, вот почему-то говорят, вот это мнение такое есть, что Батый вообще ничего из себя не представлял. А вот Сабудай Богатор все вот из-за его спины руководил. А это, ну, Чингизит он. Сабудай – это не Чингизит. Нет, это не так. Он, во-первых, был моложе, естественно, верховное командование на Калке принадлежало Сабудаю. Вот, но потом командовал и Батый, и очень даже хорошо командовал. Более того, верховная рука вот Стаса он осуществлял. Так что нет, это несправедливо. Внуки Чингиза еще были ничего себе. Внуки еще ничего себе были, да. Ну, и, по-моему, более глубокие потомки, более дальние потомки тоже еще были, ничего себе. Ну, попадались в самых разных поколениях. Великие фигуры, да. Вот вообще, как к этому вот относиться? Вот смотрите-ка. Ведь, ну вот, ну мало то, что воевали. Ну, ладно, время такое было, все вообще дела можно было добывать, вот славу добыть можно было только войной. Да, это было во время Наполеона тоже, наполеоновские солдаты тоже воевали, в общем-то говоря, за славу свою, да. Он их звал к славе, я привел вас к славе. Мне так представляется, что первое воззвание Наполеона, когда он спустил своих раздетых и голодных на Италию, гласило совершенно определенную вещь, что там можно грабить. Они пошли грабить. Так что они воевали не за славу, а за то, что брали с собой. Если бы они воевали за славу, чего же они из Москвы-то столько вытащили? Ну, это, ну понятно, из военной добычи, трофей. Из военной добычи, то, что донес Додому. Но, кстати, самой крупной добычей наполеоновских солдат при отступлении оказалась казна Наполеона. Они ее разграбили. Ах, вот как. Да. И вот ее-то они донесли Додому. В карманах своих, да? Ну, потому что это было уже на границе с Польшей. Ну, там, по-моему, 400 или 500 только вооруженных-то осталось. Ну, маршалные несколько тысяч. Всего около 30 тысяч вышло. Но это в основном гражданские были? Нет, ну с оружием вышло 30 тысяч. Гражданские в основном не вышли. Потому что под Березиной обозы были оставлены и мосты разбиты. Гражданские остались на этом берегу. А потом, что было потом, описывают очевидцы, но это... Ну, русские перебили их, я думаю. Нет. Русские перебили, это другая сторона вопроса. Кстати, они были так жалки, что даже казаки их уже не били. А кормили этих. Ну, просто сцены, которые происходили на этой замерзающей Березине с людьми таковы, что самим монголам, наверное, в страшном сне только ужас. Конечно. А для европейцев, недаром, вышедшие почти все были больны диабетом. Нервы не выдержали. Конечно. Ну, вообще, вот в этом плане-то, вот в таких случаях, воин, мы действительно переняли что-то у монголов. Вот такое, они действительно наши учителя военного дела. Может быть, это вот так, как их далеко устарело, но вот это вот такая вот некая суровость в отношении с врагом. Ведь Наполеон очень был возмущен тем, что с ним воюют не по правилам. А мы воевали, как нам казалось, нужным. Ну, мы это, в смысле, вот Россия. Видите, в чем дело? Я думаю, что Наполеон представлял собой очень странный анахронизм. Это был, конечно, человек не из 19 века, а из какого-нибудь века 16. Кондотьер итальянский. Ну, да, он наемный воин. Ну, как, мелкие города, все друг с другом воюют. Сегодня он воюет с одним городом, завтра он, наоборот, служит герцогу этого города и воюет с другим городом. Война заканчивается дележом добычи, и все снова... Выдача зарплаты. Да, и все снова друзья до того времени, когда завтра или послезавтра начнут воевать заново. То есть что-то вроде профессиональных спортсменов, да? Конечно. Поиграли бы там, поздоровили, потом появились. Конечно, пешками в этой игре оказывались иногда целые армии, та, которая осталась в России, или та, которая осталась в Египте. Вот. Но он их иначе не рассматривал. Кстати сказать, кстати сказать, в отличие от Чингисхана, для которого монголы, ну, даже самые, так сказать, низшие, были все же соплеменниками. Не, ну, монголцы соплеменники, а вот когда монгольское войско дошло уже до берегов Адриатики, основную массу этого войска составляли уже вот, ну, народы вот из завоеванных стран, сформированной части. Вот когда в 41-м году кто-то из родственников умер, кто умер тогда в 41-м году? У Дегей, по-моему. У Дегей умер, да? И вот нужно было вроде как отходить куда-то там на Курултай, там туда-сюда, но он так на Курултай не поехал. Ну, Курултай был очень далеко. Ну, он туда не поехал, почему-то ушел туда к Черному морю, а этих что делать, вот этих всех союзников, их было раз в четыре больше, чем монголов, их перебить, их перебили. Ну, куда бросать, что ли, на производство, их взяли и перебили. Что же сказать вам на это? Обычная тактика? Обычная тактика, да. Вот они тоже, вот, так сказать, волжских булгар всех уничтожили, что-то они там считали себя на них почему-то в обиде, да, так сказать, меркитов перебили. Это еще на Чингисхана, еще перед тем, как он завоевывал Среднюю Азию. А меркитов его чем-то обидели, то ли он в плену у меркитов был. Да, это могло быть, это могло быть. У него детство вообще было тяжелое. Тяжелое, он там ходил по лесу и собирал корени вместе с мамой. Вообще скитался он. И родственниками, братиками. Ну, то есть тяжелое у него было детство, но вот он за это дело отомстил меркитам за это тяжелое детство. Ну, это обычно, что же вы хотите? Да, это обычно. Ну, вот, не знаю, вот это вот геноцид сейчас называется, когда целый народ уничтожается. Это верно, но, к сожалению, куда более гуманные, просвещенные народы, так сказать, древние римляне, грешили этим обстоятельством. Геноцидом? Это проблема как-то оригинально, да? Вот, враждует два народа, значит, построится, вот, значит, все женщины из этого народа выходят замуж за мужчин из того. И, в общем, два народа по отдельности существовать перестают. Насильно всех переженили, да? Иногда, иногда, древний Рим поступал иначе. Истребляли, да? Ну, так было с Карфагеном. Да, вот с Карфагеном точно так, да. Не только, а в более поздние времена император Флаеви и Иерусалим. Но они не перебили евреев, они просто сожгли их святыню. Они их не перебили, просто был указ, что если, не дай бог, кого-нибудь из представителей найдут, то тут же и вот. Поэтому и рассеяние получилось. То есть, никто из представителей этой нации не смел остаться в Палестине. То есть, изгнание, да? Конечно. Скажите, пожалуйста, а вот сейчас вот образ Чингисхана, скажем так, актуален или нет? Вот смотрите, сейчас какой-то юбилей его, правильно? Он, ну, так очень положительно воспринимается сейчас многими народами, которые считают себя, ну, ему чем-то обязанным. Раз. Второй момент. Может быть, что-то можно положительное из его опыта все-таки извлечь? Вот меня в свое время удивило, что один из его потомков, да, один из чингизидов, да, один из чингизидов быстро навел порядок в Палестине. Там же был вот этот, как сказать, орден Исмаилитов, так по-нашему говорят, да? Ассасины, убийцы, то есть сейчас это модное слово, так сказать, шахиды, да? Да-да. Люди, которые не боятся смерти, которые могут просто вот принять смерть просто потому, что им командир приказал. Вот их этот вот лидер приказал, все, они приняли. А он с ними сумел расправиться. Вот как он сумел сделать? Вот они же были в неприступных крепостях, люди, которые не боятся смерти, их ничем не испугать. А монголы пришли и навели свой порядок. Крестоносцы не могли, они навели. Вот это что, просто жестокость такая, ну, больше, чем жестокость, так сказать, шахидов? Что заставил, что смогло, помогло это сделать? Ну, вы знаете, я думаю, что организация гораздо лучше, чем у крестоносцев. То, что говорил хан Хулагу, выполнялось. Было сказано уничтожить крепости, значит, они были уничтожены. Любой ценой. А уничтожить было очень просто, ведь им же кормиться надо было. Они были окружены, еды не было. Вот и все. Умирающих с голоду их и взяли голыми руками, практически. Ну, вот какая тактика была. Конечно, никто там не лез захватывать стены доблестным образом. Нет. Ждали. Как просто. Вот и все. Подождали год-другой. Нечего стало есть. И они перемели, да? А всех, кто их снабжал какими-либо припасами, вот тех убили. У меня вот все-таки немножко претит вот эта вот монгольская чингисхановская жестокость, когда они сделали обходной маневр в тыл, так сказать, южному китайскому царству, не знаю. Так это уже после смерти Чингисхана, кстати, было. Они шли по предгоре Тибета, по тем суровым местам и убивали все живое. То есть всех людей, которые могли быть, так сказать, языками для китайцев. Ну, видите... То есть они тайно этот сделали марш, он продолжался несколько лет. Вот несколько лет они уберегли в тайне. И вот тоже такая фантастическая вещь, в эпоху, когда не было связи, для меня это фантастика, они, значит, одновременно, вот когда они зашли во Вьетнам, побывали, в Ханое побывали, и оттуда с юга он неожиданно вместе с армиями с севера ударили по этому южному Китаю, да? Ну, Китай сам предупредил южных, а с северных, поскольку передал дымовыми сигналами, что те идут. Так что с юга они знали от китайцев, что происходит. Что касается жестокости, да, жестокость ужасная. Но я думаю, что жестокость, во-первых, была преувеличена ими самими, чтобы пугать людей. Ну, потому что не только монголам была свойственна жестокость, один Тимур, чего стоит. Другой стороны, скорее, это был сгусток энергии. Вот вы говорите, положительным, но созидательным, безусловно. Энергия, ведь он же не просто уничтожил, а оставил пустое место, на котором ничего и никого не было. Ну, созидание таким диким образом. Наиболее цивилизованные народы созидали также империя Александра Македонского и прочее. А насколько стоит вот его так вот, ну, положительно воспринимать, воспевать? Вот у нас вот, например, не приходит в голову у нас, скажем так, положительно превозносить, почему-то массово, как некая вот компания такая, историческая, юбилей, ну, скажем, что-нибудь событие, связанное с Иваном Грозным. Хотя он тоже для формирования, так сказать, России как государства, очень, ну, его роль там весьма созидательной была, несмотря на все его разрушающие методы. Не соглашусь. Иван Грозный практически уничтожил Россию. И только чудо, что она не перестала существовать в результате его деятельности. Так что Иван сыграл крайне отрицательную роль, безусловно. И сравним в этом смысле с Чингизом быть не может. В этом смысле не может быть. Потом масштаб личности гораздо больше. А то, что его воспринимают положительно, ну, просто потому, что рядом с ним не стоят. Боялись бы, если бы был поближе. Ну, а так? Да, мы от времени по нему, от него далеки. Конечно. Ну... А можно приобщиться к его величию таким образом? Ну, приобщаться к величию, скажем, Чингизхана вроде можно. А вот приобщаться к величию, значит, Гитлера вроде даже законом запрещено. А у него и не было никакого величия. Приобщаться к величию, так сказать, Сталина очень смутно. Ну, как не было величия? Он, сколько, всю Европу завоевал. Ничего себе не было величия. Да нет. Создал армию, которая, значит, всю Европу покорилась. Ну, помимо. Руководил экономикой, которая во время войны освоила производство капроновых чулок и танков. Нет, нет. Все сразу у него было и пушки, и маски. Ничего подобного. Ничем он не руководил и ничего он не создавал. Но, тем не менее, вот это повод как раз говорить, что Гитлер плохой, а Чингиз хороший, да? Что вот Гитлер не руководил плохим. Да он не хороший, он ужасный, Чингиз. Он ужасный. Ну, вот празднуют это юбилей. Это фильмы снимают к нему, по-моему. Даже Стивен Сикл хотел снимать фильм. По поводу Чингиза Хана. Ну, по поводу Чингиза Хана много снимают фильмов. И раньше были фильмы. Положительно. Ну, положительно, я говорю, опять-таки, потому что он от них далеко, и они его не боятся. Ах, вот так. Та же, как и Иван Грозный от нас далеко, да? Это разные совершенно леди. Разные. Сумасшедший, мнительный, полоумный садист. Ну, что? Разве можно? А тут жестокий человек в своем уме, да? Ну, почему? Талантливый организатор, полководец, ужасен в своем роде, да? Да, но совсем другого масштаба. Мне, честно говоря, нравится ваша преданность вот роду, честно говорю. Ну, это... Не, мне нравится, кроме того, что я положительно это вот ценю, тоже, как вот Чингисхан положительно что-нибудь оценил. Не Чингисхан, а Батыя оценил Евпатию Карловрата, так и я вас очень так положительно ценю. Вот ваше отношение к нему, верность. Видите ли, к несчастью, у меня прослеживаются с детства очень опасные черты, которые говорят о неком родстве, таинственном. Что же там такое жестокость? Ну, вот вспышки этой самой... А он что, был такой, так сказать, неуправляемый Чингисхан? Нет, почему же? Только что, как быть таким полководцем, управляемый. Сам собой он управлял прекрасно. Управлял? Молодец какой был. Ну, хладнокровно управлять таким народом и в такое время не удалось бы. Ваши предки на службу московскому царю-то перешли в каком примерно веке? Ну, они не к московскому перешли, а к рязанскому князю. К рязанскому князю еще, да. До Куликовской битвы. Еще до Куликовской битвы перешли, да. Это было давно. А уж потом, вместе с рязанским князем... В 1517-22 году попали под Москву, да? Да. Это было потом. Ну, я очень рад был с вами быть знакомым. Все-таки вот так приятно чувствовать, что вот, например, Мамай был всего лишь темник, да? Да. Он даже не был чингизидом. Не был. А Тимур, вот он, потомки его стали, так сказать, тимуридами, но он очень переживал, что он не чингизид. Ну, потому как не мог по тем понятиям претендовать на мировое государство. А я вот, значит, даже лекции вашему сыну читаю тоже чингизиду, кстати, да? Он меньше чингизид, чем я, и не потому, что он на дно поколения дальше, а потому что у него прослеживаются скорее литовские и польские. Да. Я не всерьез по поводу претензий на наследство чингиза. Я вам о вашем претензии на наследство ничего не говорил, а вы мне их и не высказывали, кстати говоря. Ну, вот я и говорю. Претензий не было. Вот я и говорю. Это просто на наследие, ну, так сказать, славы, наследник вот традиций чингиза, больше ничего. Традиции? Ну, страшны те традиции, мы же не наследуем. Нет. А вот некая духовная общность, к сожалению, прослеживается. К сожалению, все-таки, да? Ну, опасно. Вот на такой положительной, так сказать, ноте, на выражении сожалений по поводу прослеживания, да, вот, мы можем и закончить, да? Благодарю. Спасибо за внимание. Всего вам доброго, до свидания. Всего доброго.